Продолжение следует... И состав Ордобасы, кстати, на ваших... И впереди действует под 33-м номером Преслав Йорданов. Кайрат состав на ваших экранах. Владимир Плотников в воротах под первым средним пропускает. То есть в 18-18 поединках. Но надо заметить, Кайрат чаще забивает. Это самая забивная команда. В Казахстане 41 забитый мяч. Ордобасы, в общем-то, с нападением проблем нет. Правда, сегодня по мощности команде пустых ворот. Вот только что выносят мяч игроки Кайрата. Давайте еще раз повтор. Поковали хозяева поля. Вбрасывали аут. И за боковой очень далеко. Затем на втором этаже Фонтанеллес, не ошибаясь, головой мяч переправлял. И очень высокие задачи стоят. Так же, как и всегда. Вот смотрите, еще раз. Красивым получился бы голос. Конечно, Бигбаев сегодня будет стараться в свете сообщений в Казахстанских СМИ о том, что Валерий Фомичев присоединится к команде. В последнее время выступал в Беларуси этот голкипер. Попытка пробить поворотом. Мяч попадает в стеночку. Еще один удар. И 1-0. Таким образом, на восьмой минуте встречи Кайрат счет открывает. Там Алмату Бигбаеву закрыли обзор. И он не увидел имя Шимкентской школы футбола. И в Ордобасе сделал себе имя. Вот еще раз посмотрите. Не дав мячу опуститься на газон, решил пробить своей излюбленной левой ногой в дальний угол. Бигбаев, конечно, не видел момент удара и прозевал. Запоздалый прыжок. Не спас ворота Ордобасы. Давайте еще раз с этого ракурса посмотрим. Гол красавец, который может стать одним из лучших в 17-м туре. Я очень надеюсь, что в сегодняшних и завтрашних поединках немало красивейших забитых мячей мы с вами увидим. Бакаев. И кризис специалисты предрекают финал между Астаной и Кайратом. Но ступилась Астана в Талдыкургане, уступив ЖТСУ. И второй гол забивает Кайрат усилиями Жерара Гоу. На 18-й минуте встречи грамота разыграли угловой удар. Затем Жерар Гоу очередной мяч забивает. Не ожидали, конечно, этот поединок. Давайте еще раз посмотрим. Здесь Боржан Исламхан подавал корнер. После чего Жерар Гоу. Там шемкенцы показывают боковому арбитру, что африканец рукой себе подыграл. Таким образом забил мяч именно рукой. Хотя, конечно, тяжело об этом судить. Но мне кажется, что Гоу был чистым. Головой сыграл Жерар Гоу. Ну, конечно, нельзя не отметить грамотную передачу. Боржана. Прямо на Аршайне выбили мяч. Последует ли удар. Здесь передача на Исаэля. Замешкался с мячом. Хотя вполне мог пробить. Исаэль. У мяча. Следует подача на ближайшу. Штат Гоу. Будет ли третий мяч забит? Нет. Ильдос Ахметов вмешался в борьбу. Ковальчук. Бакаев здорово разобрался в этой ситуации. Передача вперед на Жерар Гоу. Врывается в штрафную. Передача на Ислам Хана. Тимирлан Ирланов здорово мяч отобрал. Но тут же вернул. Ислам Хан. Подача. Ислам Хан на Жерар Гоу. Не попал створ. Африканский нападающий. Удар головой. В исполнении игрокам. ХЗФ поля. Санат Жумаханов. Удар поворотом. Бигбаев на месте. Цель. Мяч. Перехватил. Наршавином. Против него Жумаханов. Имели возможность сейчас забить еще один гол. Но Нисель. Как там. Расхляблено. Подошел. Рудо Сельский. Который. Не так давно. Лечился. После полученной травмы. Никита Батчеров. Удар поворотом. Головой. Там. Тут Гешбаев пробивал. Еркобулан. Снова. Ковальчук. Рудо принял мяч. Хорошая передача. Виталий Ли. Да. По-моему. В осаде оказался сейчас. Вышедший. На замену нападающий. Здесь хорошая передача. Была. И исполнение. Семчевича. Почаров Ли пытался в обыгрыше пойти мяч и потерял в борьбе с Андреем Аршавиным. Гоу скорость набирает против него Фонтанелло. 3-0. Нет. Не смог свор попасть. Феррор. Гоу. Метил ближний угол. Казал отцы. Давайте еще раз посмотрим. Поспешил я. Валерий Коробкин. Единственный мяч на счету Стефана Живковича с пенальти. Еще одна такая. Орда Басы. Я думаю, что пенальти там не будет. Или все-таки назначает. Да. Не преклонен Марат Искаков. Давайте повтор посмотрим. Тангушбаев. Прорывался. Вперед. В надежде. Выскочить один на один. Вот здесь Ельдос Ахметов. По мнению главного рефери нарушил правила. Не будем. Итак. Разбег. Удар. И Плотников здорово вытаскивает этот мяч. Алматинская школа футбола. Давайте еще раз. Пробивал в угол. Решили доверить именно сирскому футболисту. Психологическое преимущество сейчас у Кайратов. Выделить в какой-то мере и Александра Симчевича, и Абдулла Дякате. В общем-то все. Виталий Ли пытался пробить ближний угол. Плотников на месте. Даудис откликнулся на передачу своего партнера. Недолго думая решил пробить низом. Сейчас попытается это сделать. Удар по воротам. Попал мяч в Ельдос Ахметова. А пробивал Кайрата Шербеков. Дякате еще один удар выше. Вараговский. Жаргос. Можете набрать скорость. И стояли рядом. Ильичевич. Хорошая возможность того, чтобы пробить. Но поздно было. Ильичевич. Жуков. Решил пробить. Конечно, дальний удар. Куад. Удар Жарго. Вновь бесподобен Алмат Бигбаев. В очередной раз выручает свою... В плане нам показывают. Из фисток Марата Искакова. Таким образом Кайрат набирает 40 очков. Одержав победу с отчетом 2-0 над шемкентским Ордамасы. Ордам. Ордам. Продолжение следует...